Не сделал прививку? Сиди дома. В гипермаркетах Тольятти продолжает действовать пропускной режим. Без QR-кода о вакцинации посетить торговые центры невозможно. Как соблюдается постановление главы региона в Самарской области в торговых центрах и общественном транспорте? В рейд с правоохранителями отправилась наша съемочная группа. Заболеваемость коронавирусом в регионе, к сожалению, растет. Соблюдение антиковидных требований – необходимое условие в сложившейся ситуации. В 56 торговых центрах Тольятти вход осуществляется строго по QR-коду о вакцинации или справке о перенесенном заболевании. В торговом центре «Космос» прошел рейд по проверке соблюдения пропускного режима. Был большой ажиотаж, было много непонимания ситуации, вплоть до скандалов. Сейчас все со вторника, все в рабочем режиме, достаточно спокойно проходит, люди относятся с пониманием. Он у нас соблюдается в полном объеме, то есть клининговая компания, согласно графикам, проводит дезинфекцию каждые два часа. Имеется запас дезинфицирующих средств на две недели. Все это находится на складе в свободном доступе у клиниров. Каждые два часа протираются входные поручни, поручни эскалаторов, дезинфекция мест общего пользования, галереи, санузлы. О необходимости соблюдения комплекса мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения говорится в постановлении губернатора Самарской области Дмитрия Азарова от 22 октября. Как запрет на посещение торговых центров без QR-кода отражается на торговле. Очень сильно отобразилось, людей практически нету в торговом центре, в принципе, ну и продажи значительно упали. К маскам и санитайзерам люди уже привыкли, а QR-код о вакцинации – новое, но очень необходимое требование. Многие люди воспринимают его негативно, а порой эмоционально, выплескивая раздражение на охранников. Но сознательные граждане понимают необходимость данных мер. Например, с ним согласен и Александр, который пришел в торговый центр за покупками. Я думаю, что это важно, потому что в нашей ситуации, которая сейчас сложилась, в нашей стране и в мире в целом по коронавирусу – это важно. Общественный транспорт, так же как торговые центры, можно отнести к местам большого скопления людей. Масочный режим здесь обязателен. Рейды по его соблюдению проводятся во всех районах Тольятти в ежедневном режиме. В проверочных мероприятиях принимают участие сотрудники Департамента дорожного хозяйства и транспорта городской администрации, а также сотрудники областного Минтранса и полиции. С 22 по 28 октября в городе было проведено 18 рейдов, составлено 11 протоколов, как на водителей, так и на пассажиров. Всего в этом году составлено 198 протоколов по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях. Предупреждаем граждан о соблюдении масочного режима. Проводим такие мини-беседы, напоминания. Как бы помогает. В основном все соблюдают масочный режим. Кто не надел, вовремя маску надевает. В Самарской области также работает телефон горячей линии, по которому можно сообщить о нарушениях норм безопасности. 8 846 339 94 93. Алина Терентьева, Сергей Рогов, Новости Тольятти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова